Театрализованное представление об истории страны и путь предков по защите кыргызской государственности от внешних врагов и обретению независимости было показано на мероприятии по случаю празднования 30-летия Чуналайского района. В селе Даарот-Кургон, несмотря на резкую перемену погоды, у гостей праздника было отличное настроение. В мероприятии принял участие глава кабинета министр Факалбек Джапаров, который поздравил местных жителей от имени президента Садыра Джапарова и лично. По сути, Чуналай – это место, которое скрывает тайны древней истории. Здесь жили такие славные личности, как Факалбек Даткай и Курманчан Даткай. Чуналай – это вообще место правителей, сильная солидарность людей. Этого места является примером для других. Вы, наверное, помните землетрясение 2017 года. Было повреждено 623 дом. Однако люди очень четко, справедливо и организованно распределяли помощь и проявляли твердую солидарность. Глава кабинета министров, касаясь последних изменений в стране социально-экономических показателей, отметил, что начатые большие проекты будут завершены. В этом году мы выделили около 100 миллионов сомов на канал Щебе Джекинди, стоимость которого составляет 455 миллионов сомов. Надеемся, что будет освоено 500 гектаров новых земель, улучшено водоснабжение 462 гектаров полей. В этом году канал будет полностью достроен и сдан в эксплуатацию. Наш президент заложил здесь капсулу под строительство новой школы. Она будет построена. За 30 лет сменились 33 главы правительства и 5 президентов. Но за последние 15 лет нас не освободили от политических катаклизмов. С приходом президента Садыр Джапарова все стало меняться. Заместитель председателя кабинета министров, председатель ГКНБ Камчебек Ташиев, депутаты Джигуркукинеша также поздравили местных жителей. Местные жители рады, что в последние годы Чуналайский район развивается. Появляются новые детсады и школы, ремонтируются дороги, строятся новые мосты. Вы знаете, как тяжело у нас зимой. За последние пять лет был ликвидирован дефицит детских садов. Сейчас наши дети учатся в родных селах, не приходится ездить в школу за километры. Изучают русский, английский языки. Это достижение. Я поддержал ротацию кадров, потому что работа, проделанная новым губернатором, потрясающая. Угольные шахты, переданные в частный сектор, возвращают финансы государству. Субсидии получит и наш район. Это большое достижение. В этом году в Чуналайском районе по случаю Дня независимости 30-летия откроются два детских сада, строятся еще три детсада, две школы и 50 государственных зданий. До конца года все сдадут. Начали строительство предприятий при поддержке внешних инвестиций. С начала года планировалось инвестировать 200 миллионов сомов. На сегодняшний день освоено уже 80%. А с открытием муниципальной угольной шахты ожидается увеличение бюджета в три раза. В Чуналайе начато строительство еще двух детских садов, на которые выделено 5 миллионов сомов из регионального фонда развития. 8 миллионов сомов за счет средств Айлокмыты. До конца года будут сданы еще два детских сада и школа. У нас идет строительство двух детских садов еще в двух селах. Им также были выделены средства из фонда развития района. А в остальном усилиями Самиха и Айлокмыты ликвидируется нехватка детских садов. До конца года стараемся завершить строительство одной школы. Угольная шахта приносит нам самый большой доход. Чуналайский район Ужской области был образован в 1992 году. С юго-западом граничит Джергетальским районом Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана. Здесь проживает почти 35 тысяч человек в трех сельских округах.